сегодняшний видео урок будет о формах досмотрев до конца вы окончательно все поймете и расставите по полочкам и так первая форма это круг если у вас получается круглый форм вам нужно усомниться своих знаниях и пройти все-таки обучение круглая форма она не нравится клиентам и большинство мастеров когда приходит к нам на обучение всегда говорят а как же клиент же просит сам скруглить но он просит не скруглить не то что вы в буквальном слое воспринимаете круглая форма это побочная форма в стрижках считается как брак любой клиент он сразу отличит круглую форму от квадратной формы поэтому круглая форма просто учите что она есть но мы ее не стрижем она не делается следующая форма это квадрат квадрат он может быть двух типов и как раз тут уже возникает вопрос а как же клиент же просит подскруглить но он просит не вот это он это не просит он просит сделать дорогой квадрат вот такой квадрат квадрат бывает дешевым и дорогим дешевый квадрат на то он и дешевый то что он обрастает некрасиво он обрастает шапкой видите вот эти вот углы вот именно эти углы и клиент просит подскруглить он не просит скруглить вообще их убрать квадратная форма она стрижется примерно в процентом соотношение где-то 80 процентов чаще всего делаем квадратную форму это базовая самая натуральная базовая форма дорогой квадрат как вы уже поняли что он без вот этих вот углов и это его главное отличие следующая наша форма это трапеция либо ну как его многим стран звать треугольник большинство учеников путают трапецию с кругом из трапеции сделать круг 2 секунды делов просто нужно стушевать этот угол и у нас получится не трапеция а вот такой вот кружок то есть знаете что трапеция это не круг трапеция это отдельная форма есть большое отличие следующая наша форма это груша груша это побочная форма я бы так ее назвал но в некоторых случаях она применяется в креативных стрижках но если мы будем стричь на потоке грушу клиента мы не делаем любые коммерческие стрижки когда мы работаем на потоке имеют две формы либо квадратную форму дорогую квадратную форму либо трапециевидную еще одну ошибку которую допускают мастера они смотрят форму вовсе сбоку либо за тот затылка форма любая форма смотрится всегда от лица и это нужно учесть все что касается креативных форм то бишь груши это не может применяться на потоке на прямо на постоянно то есть мы в голове держим что есть форма груша но ее применять не стоит итак перейдем у нас есть две базовые формы которые мы стрижем на потоке это квадрат дорогой и трапеция какую же форму и когда применять помимо того что мастер умеет делать хорошие формы он еще должен понимать какую форму нужно подобрать определенному типу лица смотрите у нас есть вытянутая голова и здесь у нас большинство мастеров почему-то делают длинную топ-зону бока обязательно сужают делают насадкой покороче и в итоге эту голову еще сильнее вытягивают смотрите по бокам я здесь крайне бы не рекомендовал делать сильно коротко по бокам я бы сделал наверное что-то ближе к 6 9 миллиметрам да то бишь можно подстричь удлиненку топ-зона в этой части она не может быть длинной почему потому что лицо визуально еще вытянется то есть длинная топ-зона и суженые бока вытянут голову которые так вытянутая еще сильнее и поэтому клиент это не оценит и как мы уже знаем здесь у нас написано что трапеция это обязательно длинный век поэтому трапеция такой форме лица не подойдет следующее это у нас круглый тип лица здесь самое главное не постричь под насадку либо не постричь на пальцах коротко прям потому что мы подчеркнем круглый тип лица какая форма может применяться до любая принципе и квадратная форма и трапециевидная самое главное повторюсь эта форма у такого типа лица нужно задавать четкую форму потому что круг это помните да побочная форма и мы просто пройдем с инсадкой по голове мы просто подчеркнем все недостатки его формы головы следующий тип лица это я как его называю квадрат здесь ему повезло может по сути так и есть потому что его можно подстричь под насадку он уже будет красавчиком обычно клиенты с такой формой головы они стригутся в любых местах потому что их любой мастер может подстричь и здесь нужно делать акцент больше на переходе потому что форму у него и так отличная да сама по себе самое главное единственное такую форму тоже можно легко скупить если у нас будет подмене топ-зона средняя да и мы вот эти вот углы будем прямо отчетливо струблять можно конечно сделать круг из квадратной формы головы но это нужно прям постараться мастеру если к нам клиент пришел с такой формой лица и говорит делай по бокам что хочешь лучше всего ему подстричь и длинку сделать квадратную форму но если он захотел какой-нибудь переход с нуля либо стройки да то бишь покороче то здесь применимо форма трапеция потому что по бокам мы идем по форме головы и топ-зона должна быть обязательно длинной потому что трапеция видите у нас здесь голова по сути как треугольная поэтому трапеция она применять всегда с длинным верхом и мы можем по следующему трапецию обязательно нужно вверх сделать подлиннее и мы должны понять такое правило что если у нас трапециевидные бока на то обязательно у нас будет длинный верх если у нас будет короткий верх то клиент попросит повыше повыше это означает по квадратнее с квадратом у нас применяется любая длина если мы говорим про какие-то особенности форму лица то здесь особенность такая что нельзя вытягивать нельзя делать слишком короткие бока нельзя делать слишком длинный верх если мы говорим за вот эту форму лица то здесь нужно делать именно форму четкую форму то бишь не круг оставлять от четкую форму и нельзя стричь коротко то бишь под насадку данному типу лица повезло поэтому здесь делаем акцент на переходе а здесь мы помним что либо удлиненка либо трапециевидная форма но с длинной топ-зоной и так форма круг сейчас обведем и посмотрим так ли это на самом деле просто нам нужно обвести бока и общий силуэт топ-зоны тут уже понятно что образовывается у нас круг но на месте модели я бы так не смеялся на самом деле идем дальше здесь у нас форма дорогого квадрата смотрите начинаем вводить бока и небольшое такое подскругление вот именно за это я и говорил то есть не так чтобы квадрат был вот таким вот угловым то есть вот этот угол должен скругляться чуть как вот здесь вот и происходит здесь у нас форма трапеция также приступаем с того что обводим бока на зарисовке уже был показано как выглядит трапеция просто достаточно обвести боковушки и уже видно да что это у нас форма трапециевидная то есть это не круглая форма